Как и в прошлом году, у жителей каждого из районов города пять вариантов для выбора территории, которую благоустроят по программе формирования комфортной городской среды. Вот пространство, которое можно выбрать в Балаклавском районе. Самая отдаленная территория находится в селе Хмельницком на улице Сумской. Она расположена рядом с Домом культуры. Кроме того, среди вариантов сразу две зеленые зоны на улице Крестовского, а также на улицах Междурядной и Новикова. Территория возле 32-го дома по улице Новикова выглядит заброшенной. Большое количество сухих веток, травы, мусора здесь явно не мешает субботник. Но у местных жителей есть шанс изменить территорию к лучшему, проголосовать по программе формирования комфортной городской среды. И, возможно, именно эту территорию в 2023 году благоустроят. К тому же у местных жителей есть перед глазами пример. Рядом, возле 30-го дома на улице Новикова, уже идут работы по благоустройству территории, которая победила в голосовании в прошлом году. Если возле 32-го дома пространство в следующем году тоже благоустроят, можно сказать, здесь появится завершенный ансамбль всего района. Территория площадью 3000 квадратных метров расположена практически сразу на въезде в Балаклаву. Рядом рынок. Но и жилых домов немало. Но зоны для отдыха у местных жителей нет. Общественное пространство долгое время находилось в запустении. Здесь образовалось много мусора и растительной поросли. Вдоль территории потекает река Балаклавка, которая явно нуждается в очистке. В прошлом месяце с местными жителями проводили встречу. Собирали предварительные пожелания. Здесь предлагалось жителями обустроить пространство в тематике истории Балаклавы. Какие-то сделать моменты даже, может быть, с башнями, там какая-то символика. Запрос также есть у жителей на обустройство скейт-площадки. Запросы также на детские спортивные площадки. Здесь, конечно, напрашивается обустройство речки, может быть, оборудование каких-то мостиков. А это уже улица Междурядная, 25-й дом. Здесь первое отделение агрофирмы «Золотая балка». Это поселок. Небольшая территория, украшенная деревьями. Своего рода теневая зона. Детская площадка здесь уже есть. Ребятишки играют на ней целыми днями. Особенно сейчас, когда на улице хорошая погода. А вот всего остального здесь не хватает. Спотплощадки, скамеек, освещение. Территория тоже в пятерке вариантов на благоустройство от Балаклавского района. Если вы и ваши соседи хотите, чтобы именно ваша территория была благоустроена в 2023 году по программе формирования комфортной городской следы, вам нужно проявить активность, проголосовать. Напоминаем, что с 15 апреля по 30 мая на сайте 92.городседа.ру открыто масштабное голосование по программе ФКГС. Важен каждый голос. Если вы еще не успели проголосовать, спешите. Осталось меньше недели. И возможно, в случае успеха именно на вашей территории появятся новые детская или спортивная площадка, пешеходные дорожки, урны, освещение, скамейки. Светослав Данилов, Дельвер Меджитов. Новости Севастополя.